Всем здравствуйте, это Пойтака онлайн, я Александр Шелест, на связи с нашей студией Вадим Карасев. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, будем в таком сегодня эфире, потому что оперативно надо записывать, а локации все-таки разные, поэтому обойдемся сегодня онлайном. Да, но это не отменяет ваши лайки, подписку и комментарии. Конечно, конечно, и говорит, и доказывает Карасев тоже. Обязательно. Вадим Юрьевич, непонятная, скажем так, трактовка сейчас происходит событий и с украинской, и с российской стороны. Да, признали так называемые республики в Кремле, но вот то, что дальше, с границами, какая-то неувязочка, потому что официальный МИД Российской Федерации говорит, что, ну вот те, которые фактические, те они и признали. Выходит Песков, пресс-секретарь президента, и говорит, в границах, которые они провозглашали. Так что, нас ждет новая война? Ну, нас ждет новая игра, новый раунд игры, потому что это только один сет. Признание или легализация, так называемый, ТНР и ЛНР. Потому что это, опять-таки, не просто признание. Это признание как сигнал Западу в дальнейшем торге или шантаже, или полушантаже России по отношению к Западу и в связи с тем ультиматумом, который был предоявлен России еще в декабре, и в связи с той темой, которая волнует Россию больше всего. Это не расширение НАТО на Востоке и на Украину, не расширение военной инфраструктуры НАТО и, прежде всего, на Украину. И, как бы, попытки создать или сформировать какие-то новые контуры европейской безопасности. Почему? Знаете, вот мы все сейчас набросились, как, скажем так, хищники, медийные хищники, так, на вот это признание. Но, что оно, вообще-то, о чем оно свидетельствует? Знаете, Минское соглашение, это был единственный на данном этапе документ, где Россия имела международные обязательства по территориальной целостности Украины и границ 1991 года. Ну, тут, кроме Крыма, они говорили о том, что проблема Крыма или вопрос по Крыму закрыт. Но, что касается всей остальной Украины, Донбасс – это Украина, была российская позиция. Более того, по Минским соглашениям, как бы, Россия выступала гарантом территориальной целостности Украины. Да, это, конечно, смешно выглядит. Это, конечно, абсурдно, гротескно и так далее. Даже абсурдно, не только гротескно, а абсурдно. Но, тем не менее, это так. Я напоминаю, в одном из разговоров с украинским руководством, которое не хотело выполнять или реализовать Минские соглашения, Виктория Нулан сказала, именно обратила на это внимание. Вы можете выйти из Минска, но по Минску Россия является гарантом территориальной целостности, как бы ни выглядело это абсурдно, и является, скажем так, спонсором возвращения Донбасса в состав Украины. Да, это невыгодно Украине с точки зрения того, что возвращение Донбасса могло бы создавать риски для федерализации, угрозы конфедерализации. Но по форме это как бы целостность Украины в границах 1991 года, за исключением Крыма. Теперь что происходит? Если Россия выходит из Минска, она отказывается от своих обязательств по территориальной целостности Украины в границах 1991 года, это раз. Во-вторых, у нее развязаны руки, дальше действовать. Она может остановиться в нынешних границах ДНР и ЛНР, в фактических границах ДНР и ЛНР, которые подконтрольны. А может идти дальше. Поэтому Запад, кстати говоря, не так радостно, ни с потиранием руки, ни с таким удовольствием воспринял выход России из Минских соглашений, как у нас. Тут некоторые представители оппозиции власти. Потому что Запад понимает, что теперь у России руки развязаны. Они легализовали возможное вторжение в Украину. Пойдут они или не пойдут, это зависит от того, как дальше будет Запад действовать. Если Запад и дальше будет развивать, я так думаю, мое мнение, будет развивать и расширять военное присутствие в Украине, особенно в восточной части Украины. Но не случайно вчера Путин посвятил 56 минут тому, кто завоевывал Очаков, кто создавал Украину, кто такой Суворов и так далее. Так вот, если будет военная инфраструктура дальше расширяться на Украину, и Украину будут тянуть в НАТО или НАТО в Украину, вот у них руки развязаны теперь. Руки развязаны, они могут на это реагировать военным путем, используя ДНР и ЛНР как форпост вот этого военного вторжения по территории восточной Украины. Знаете, вот в чем тут цинес, подвох, коварство, потому что по форме это выглядит как дипломатическая победа Украины, что правильно, как дипломатическое поражение России. Вот психанули и выжили, потому что неделю назад Путин предупреждал Зеленского, ну терпи там, нравится, не нравится, терпи красавица. А тут взял и сам нестерпел, отказался. Но, видимо, это связано не только с событиями ДНР и ЛНР, потому что они были, конечно, в большей степени, я бы так сказал, инсценированы. В большей степени инсценированы для того, чтобы найти медийный такой повод для признания ДНР и ЛНР. Но, в принципе, мне кажется, план состоит вот в этом. С одной, если Запад дальше будет, скажем так, отступать и показывать, что у него нет намерений дальнейшего военного, интенсивного военного освоения Украины, тогда на этом и все закончится. Ну, просто, наоборот, может быть деэскалация, потому что теперь линия соприкосновения, это линия соприкосновения не украинской армии и группировок сепаратистов, боевиков или так называемых корпусов народной милиции. Это теперь будет соприкосновение и линия между украинскими вооруженными силами и российскими вооруженными силами. Тут уже никаких прокси может не быть в какой-то ситуации. И любая неосторожная, скажем так, перестрелка, снайперские какие-то дуэли или эксцесс-исполнителя может привести к полномасштабной войне. И это будет удерживать обе стороны от, ну, скажем так, стремления подразнить друг друга. И тогда это, конечно, стабилизация и заморозка. Это если Запад продемонстрирует то, что он как бы с Украины будет постепенно-постепенно отползать. Ну, прежде всего, Америка, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Ну, понятно, это речь не идет о Германии и Франции, потому что они военно, ну, не занимаются военным основанием Украины. Это прежде всего США и британцы. А вот если и дальше будет, ну, скажем, развиваться событие по сценарию эскалации между Западом и Россией, и они не договорятся ни о чем, а более того, разойдутся как, скажем так, уже вражеские блоки, тогда, конечно, стоит ожидать, что намерения России выходят далеко за пределы легализации ДНР и ЛНР в нынешнем статусе территориальном и даже в территориальном, скажем так, юрисдикции всей Луганской и Донецкой области. Вот так я смотрю на пейзаж после битвы, на пейзаж после признания ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации. Вадим Юрьевич, что делать? Потому что очень, ну, настороженно воспринимаются миролюбивые речи президента Зеленского, который говорит о том, что если будет мощная война, тогда он ведет военное положение. То есть сейчас война не мощная. Ну да, это будет зависеть от позиции Запада. Если Запад, скажем, будет сворачивать военную поддержку и военное присутствие в Украине, это одна ситуация. Значит, заморозка. Ну, будет как бы вот анклавы. Одна седьмая территория Украины будет, скажем так, в сфере влияния России или в России, например. Вот та часть, которая, ну, скажем, относится к русскому миру. Вот. Все остальное, ну, в каком-то, скажем так, полу-нейтральном статусе, без членства в НАТО и прочее-прочее. А если военная накачка, значит, тогда, или там, как это, ну, транскрипции России, того же Путина, о чем он вчера говорил, так, и если дальше продолжится курс Запада на включение Украины в евроатлантическую безопасность, на вступление в НАТО и на создание военных баз в Украине, и там разного рода военного присутствия и создание военной инфраструктуры. Это другая ситуация. Поэтому сейчас, конечно, Зеленский правильно говорит, что не надо паниковать. Потому что, видите, Запад все-таки, видимо, что-то больше знает. И в этом смысле я ориентируюсь больше на действия Запада, чтобы там не говорили, потому что они продолжают выводить свои посольства, вывозить свои посольства из Киева, в Львово и дальше уже на Польшу. И рекомендуют гражданам покидать страну. Так что они понимают, что признание ДНР и ЛНР России – это шаг, инструмент или аргумент в дальнейшем батле, геополитическом батле между Россией и Китаем с одной стороны, а с другой стороны Западом по архитектуре мировой безопасности, в данном случае по архитектуре европейской системы безопасности. Вот то, что по состоянию на сейчас, если масштабироваться, и вот мы покажем карту, сейчас посмотрим, по состоянию на тот момент, когда мы говорим с Владимиром Юрьевичем. Кто осудил Европейский Союз, США, Британия, Канада, Польша, Франция, Нидерланды – это с применением санкций, ну и ряд других стран – Прибалтика, Австрия, Техия и так далее. Кто или имеет намерение признать так называемый ЛДНР – это Россия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, ну и непризнанная Абхазия и Южная Осетия. У меня к вам, наверное, главный вопрос – где Китай? Во-первых, Китай выражал поддержку Минским соглашениям, реализацию Минских соглашений, и от Украины как бы рекомендовал, это раз. Во-вторых, Китай не будет в это вмешиваться, потому что как бы это не их тема. И вообще Россия тут не слишком, скажем, заинтересована в том, чтобы это было признание-непризнание. А вы спросите, а где Беларусь? Вот-вот, это был мой второй вопрос. Да, поэтому, да, поэтому, а где Казахстан, кстати говоря, вот было сегодня сообщение, и я видел заявление министра иностранных дел Казахстана, где они пока не собираются там, скажем так, признавать, не признавать, потому что не в этом дело. Понимаете, вот мы все набросились на вот это, признание-непризнание, что это. А я хочу, чтобы мы посмотрели, как вы просили, более масштабированно, так, с более крупнокалиберного такого зрения. Зрение, или точки зрения крупного калибра. Что дальше? И что означает это признание? Это признание означает, что никаких обязательств по отношению к Украине нет. Что с этого момента Украина вражеское государство. И никто не собирается обеспечивать территориальную целостность со стороны России. Раньше же этого не было, несмотря на Минск, там, на Крым и так далее. Они были, скажем так, подчеркнуто демонстративно, пытались, скажем так, создавать видимость, что никакой войны, ну, россияне, так, и российское руководство, что никакой войны с Украиной нет. Что сама Украина, скажем так, хочет с Россией воевать. Что наоборот, мы будем способствовать тому, чтобы Донбасс вернулся, и Украина получила территориальную целостность и так далее. Поэтому и рост товарооборот, вот, рост товарооборот в последнее время между Украиной и Россией. Потому и солярку эту горючую поставляли и не прекращали. Потому и давали, скажем, электроэнергию там через Беларусь или еще какие-то вещи. Но в этом году, вот, в 21-м году товарооборот между Украиной и Россией вырос. А теперь этого не будет. Все, обязательств нет. И вот это больше всего, ну, я бы не сказал, что пугает, но настораживает и Запад, и должно настораживать нас. И поменьше, скажем так, радостных возрастов, что вот, наконец-то, мы дождались, когда от нас, от нас, как бы, нас не будут принуждать к выполнению Минска. Так, это раз. И не надо здесь, скажем, бить, ну, в барабаны и говорить о том, что вот мы победили. Да, еще раз говорю, мы, может быть, на каком-то такте, или, точнее, наша власть, так, она переиграла. Потому что не мы вышли из Минска, хотя тоже многие хотели выйти из Минска, а они вышли из Минска. Но еще раз говорю, они вышли из Минска для чего? Для чего они признавали ДНР в НР? Для того, чтобы не признать всю остальную Украину. Для того, чтобы не признавать власть в Украине сегодня. Это же фактически вчера, вот многие, вот этот исторический экскурс, а та же вот это меню упреков и, ну, таких, скажем, меню упреков и недовольства по адресу Украины в обращении Путина. Ведь оно фактически к чему сводится? Что власть в Украине нелегитимна. Опять вернулись к вот этой и настойчивой, и назойливой риторике государственного переворота в 2014 году. Ведь это же не было так назойливо, так настойчиво и так постоянно. А теперь все. Украины, вот нынешняя Украина, вот там, как она есть сегодня, для России уже нет. Есть только вот то, что пока, скажем так, остается для них ДНР, ЛНР, ну, посмотрим, они тоже это рассматривают, как такую, как бы, ну, хорошие украинские территории, вот те, которые правильны, Украины. Посмотрим, как дальше будет. Вот поэтому они не присоединяли эти образования в Россию, а наоборот хотят их оставить в качестве, ну, такой, как бы, микро каких-то государственных образований, у которых, как бы, будет правильная политика, и где Россия может зацепиться уже по-настоящему, легализованно в качестве форпоса для, а вот это главный вопрос, и я, ну, такой вариант тоже возможен, для дальнейшего влияния на всю остальную Украину, которая теперь для них нелегитимна, и более того, должна подвергаться в том или ином, скажем так, варианте, в тех или иных формах, где монтажу. Понимаете, вот что поменялось, вот что поменялось, и это, как говорится, вот главный итог всей этой спецоперации, и в этом наши тревоги, и надо думать, как здесь сейчас жить вот в этой новой реальности, и как реагировать на нее. О новой реальности еще один вопрос у меня к вам, Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич, Зеленский, вот у него сейчас твердая позиция, он сможет вокруг фигуры, да, вот института, президента, всех объединить, или же, наоборот, политические конкуренты учуяли кровь и бросятся шатать? Нет, я сегодня думаю, что любой здравомыслящий политик, и патриот, и тот, для кого независимость Украины, самоценность Украины, он должен сегодня не на противоречиях играть, а работать на консолидацию, на единство. Сегодня нет партий, там разных, хороших и плохих. Есть одна партия, партия Украины. И сегодня должна быть одна политика, это политика флага украинского, а не флажков. Поэтому дела обстоят серьезно, поэтому не до флэшмобов, не до разборок, не до выяснения отношений. А сегодня время для того, чтобы все были объединены в единую партию, единство, независимость и целостность. Это партия Украины. Я благодарю вас, Вадим Юрьевич Карасев, с комментарием этих непростых событий. И действительно, все сейчас зависит от Запада. Ждем, наблюдаем и следим за ситуацией. Подпишитесь на Политеку онлайн. И говорит и доказывает Карасев. Говорит и доказывает Карасев. Спасибо всем, кто подписывался. Я вижу, там мы набираем, набираем, и скоро мы будем дальше более интенсивно работать над каналом. Так что будет интересно. Давайте, спасибо. Спасибо вам и спасибо всем, кто поставил лайк этому видео. Увидимся.